Это подкаст Сингенты Старых листьев, либо болезнь стресса Поэтому это выражение, это предложение Говорит само за себя, то есть вторая половина Вегетации это то время, когда Лук может заболеть альтернариозом Повышенная влажность воздуха, температура Стрессовое состояние в целом Если растение было ослаблено Предыдущей болезнью, переноспорозом Все эти факторы могут повлиять на заражение Лука альтернарией Как это выглядит в поле? Каким образом Мы сможем понять, что это именно Альтернариоз, а не какая-либо другая Болезнь, а либо это вообще явление Не связанное с грибной природой Сначала на перее лука образуются небольшие Желтые водянистые пятна Они со временем разрастаются И в центре возникает такое концентрическое Пятно, сначала оно светлое Потом проходит некоторое время и оно становится темнее Темнее, если болезнь прогрессирует И мы не предпринимаем никаких усилий Не защищаем лук То эти пятна потом в будущем сливаются И перо может даже переломиться Если перо переломливается Тут нужно уже понимать, что возникает Большая открытая рана Тем самым альтернариоз Это не только нагрузка на вегетативную часть Но альтернария открывает еще ворота Вторичным инфекциям В эту большую рану может попасть бактериоз Либо шейковая гниль И это уже напрямую влияет на хранение лука В будущем Что со всем этим делать? Как предупредить болезнь в полевых условиях? Не допустить, чтобы лук заболел альтернариозом Самое главное, самое первое Уберечь его от стрессовых ситуаций Особенно это актуально для южных регионов Когда повышенная температура, повышенная влажность Резкий перепад дневных и ночных температур Обязательно в систему должен быть включен Забион Это отличный антистрессант Который нивелирует все те неблагоприятные погодные факторы Которые негативно влияют на развитие лука В течение сезона Плюс к тому же Необходимо использовать те продукты Которые направлены на работу против альтернариоза Также нужно понимать фазу применения То есть если переноспороз сопровождает лук от фазы 3-4 настоящих листьев И до конца вегетации То альтернария это, как правило, середина вегетации И дальше до момента уборки Но профилактические обработки никто не отменял На практике скажу, что многие фермеры работают уже в фазу 6-7-8 настоящего листа Ведь накопление патогена идет немножко раньше И этот процесс нужно предупредить Поэтому зачастую фермеры используют те фунгициды Которые комбинированно работают и против переноспороза И против альтернариоза А уже строго со второй половины вегетации Идут узконаправленные продукты С действиями против альтернариоза Если говорить про наше решение То это фунгицид Меравис Он быстро связывается с восковым слоем растения Тем самым ему не страшны ни осадки, ни верхний полив Перераспределяется внутри И защищает растение по всей площади Какие есть у него особенности, что нужно знать За счет его относительно небыстрого движения внутри листовой пластины Наблюдается пролонгированная защита То есть, проще говоря, он как можно дольше защищает лук от альтернарий Поэтому фаза его применения должна быть Когда вегетативная часть лука уже не так быстро и активно развивается Повышенная влажность воздуха, температура, стрессовое состояние Плюс ослабленность растения предыдущими грибными заболеваниями Все это может повлиять на развитие альтернариоза на луке Как это выглядит в поле? Как мы поймем, что наш лук заболел? Дело в том, что сначала, преимущественно на старых листях Образуются такие небольшие белые светлые водянистые пятна С светлым центром внутри этого пятна Потом, когда болезнь начинает прогрессировать Эти пятна разрастаются, они становятся темнее И центр становится прям таким черным-черным И внутри образуются такие концентрические кольца Это одна из характерных особенностей развития альтернариоза на пере лука Если мы не предпринимаем никаких действий И болезнь идет своим чередом, развивается дальше То эти пятна могут слиться с друг другом И в буквальном смысле слова перо лука может переломиться Откроется большая рана А уже в эту рану может зайти либо бактериоз, либо шейковая гниль Конечно, о каком-либо длительном хранении этого лука уже речи быть не может Нужно понимать, что это прямая потеря качества В среднем потери от альтернариоза могут достигать при вегетации от 15 до 20% А если такой лук зашел в склад, то нужно понимать, что это прежде всего низкое качество Такой лук у вас уже, вероятнее, всего не купит Как со всем этим бороться и как предупредить альтернариоз еще в поле, чтобы продукция пошла в склад здоровой? Необходимо выработать правильные стратегии защиты Прежде всего, это обработки предупредительного характера То есть всегда нужно защитить растение до того момента, когда грипп или патоген зашел внутрь Плюс лук нужно уберечь от стрессов Если говорить о фунгицидной защите, то нужно понимать этап развития культуры И нужно понимать, какие продукты нужно выбрать Конечно, я раньше говорил, что альтернариоз это болезнь старых листьев И это вторая половина вегетации Но накопление патогенов идет немножко раньше Поэтому фермеры на практике начинают обработки еще примерно 7-8 настоящего листа Комбинируя их с продуктами, которые одновременно работают и против пероноспороза, и против альтернариоза Второй половиной вегетации идут узконаправленные продукты Если говорить о нашем решении, то это фунгицид Меравис Он быстро связывается с восковым слоем растения, проникает внутрь За счет своих свойств он относительно медленно передвигается по растению Но в этой ситуации это даже хорошо наблюдается пролонгированная защита То есть лук находится под долгой защитой Если следовать всем этим простым рекомендациям, то лук будет под защитой И наша продукция в склад пойдет здоровой Уважаемые друзья, с вами был Сергей Кумов, технический эксперт по овощным культурам Сегодня мы поговорили о таком грибном заболевании лука, как альтернариоз В следующем выпуске я предлагаю обсудить другие темы Поговорить о таком грибном заболевании, как донцевая гниль И конечно, как с ним бороться Всего доброго, до новых встреч Это подкаст «Сингенты» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова